Встречайте! Финальная лекция Университета. Низковато. Привет, друзья! Рад сегодня всех вас видеть. По закону известного человека на букву М у нас сегодня случилась оказия и неприятность, и я без презентации. Это, знаете, то чувство, когда ты весь день готовил, а потом файл почему-то не решил не открываться. Но это не страшно. Страшно только то, что вы все это время будете смотреть на меня, а не туда. Но я думаю, что мы с этим справимся. В общем, да, тема фотогеничность — это суперспособность или тренируемый навык. Меня в свое время очень вдохновил ролик DAF. Помните, был такой? Он показал, что мы воспринимаем себя хуже, чем мы есть на самом деле внешне. Суть его в том, я кратко перескажу. Вы знаете, что в американских судах нельзя фотографировать. И там работают художники, которые очень быстро и точно и четко фиксируют моменты. И вот один такой художник, он решил сделать эксперимент. Он рисовал людей с их слов. То есть он сидел, заширнулся человек и описывал себя. И он, собственно, нарисовал портрет. Потом приходили друзья этого человека, и уже с их слов он рисовал портрет этого самого человека. Так прошло несколько людей, сделали выставку, и оказалось, что портреты, нарисованные со слов друзей, оказались намного интереснее и красивее, чем портреты, нарисованные со слов самих людей. Люди, которых он рисовал, они почему-то внимание уделялись своими недостатками и особенностями внешности. А люди, которые описывали друг друга, они рассказывали больше о своих чувствах, эмоциях, и видели друг друга гораздо более привлекательными. И этот эксперимент показал, что мы себя недооцениваем очень сильно, и мы часто запариваемся на какими-то вещами, о которых вообще не стоит думать. И я тогда подумал, ответ так и есть. То есть у меня 15 лет опыт фотосъемки, и, например, снимаешь свадьбу, и какой-то гость говорит, не снимаем, я не фотогеничен, да, и вообще всячески уходит от камеры. Делаешь, например, портретную съемку, даешь фотографии, девушка говорит, вау, как классная, такая красивая, но это не я. Типа, я вот не такая. Или, например, снимаешь для школьного альбома, и кто-то из класса определенно начинает саботировать съемки, говорит, мне надо снимать, я не получаюсь никогда. Возможно, у него был когда-то, знаете, такой неудачный опыт, там, может быть, в садике или еще где-то. И у него осталось на всю жизнь, да, вот эту короткую, но яркую. Вот. И ты приходишь его снимать, да, ты приходишь его снимать, он говорит, не надо меня фотографировать, я вообще никак не получаюсь. И если удается его как-то уговорить, да, поговорить с ним, чтобы все, друзья подключились, да, выходит все очень здорово, и бывает так, что на определенный момент это лучшая фотография пока, которая у них есть. Что я сделал? У меня в прошлом году, в прошлом учебном году, я как-то так вот мыслю, вот прошлой весной у меня был такой эксперимент социальный, я предложил вести добровольцам поучаствовать, тем, кому не нравятся они сами на фотографиях. У меня этот пост за сих пор есть на стене, если промотайте, можете увидеть. И ко мне пришли очень разные люди разного возраста, разного пола, с тем, что они хотели что-то исправить, посмотреть на себя немножко иначе. Но прежде чем я об этом расскажу подробнее, я хочу немножко с вами поговорить на тему фотогеничности и красоты. Вообще многие ставят тут знак «равно». Как вы думаете, это равные понятия или нет? чем они отличаются? Может ли быть фотогеничным красивый человек, точнее не красивый человек, да, а не фотогеничным красивый человек? Ну как это проявляется вот на нашем примере, вообще в нашей жизни? — Количество макея. — Работчица. — Работчица. — Работчица? — Работчица. — Работчицы. — Работчица. — Вы видите себя красиво? — На фотографии человек красивее, чем в жизни. — Бывает. Смотрю, как снимешь. Смотрите, я думаю, что никто не будет спорить, что самые фотогеничные люди, они работают в киноиндустрии. Это голливудские актеры. Мы платим огромные деньги, чтобы посмотреть на них на экране. Вряд ли мы платили и ходили, и корчились от омерзения, если бы нам это не нравилось. Хотя, наверное, есть такие люди. В общем, я думаю, что это те люди, которые максимально фотогеничны. Это их профессия. Но если мы посмотрим на фотографии папарацци или откроем подборочку «Звезды без макияжа», то многие из них будут похожи на наших соседей. И если они, жители Олимпа, если они могут быть не фотогеничны, значит, это не природная данность какая-то. Это не нечто неизменное. Это значит некоторое качество и состояние, которое, в принципе, может быть у каждого человека. Фотогеничность. Далее, если говорить о том, что красивые люди могут быть не фотогеничными в определенный момент. То есть это уже таким образом вполне себе доказывается. А по поводу того, что могут ли некрасивые люди быть фотогеничными, берем такой же пример. Замечательный айтёр Бенедикт Камербэтч. Я бы говорил. Он признался к символам уже. Но он сам называет своё лицо мордой выдры. И, в принципе, есть некоторые схожести, если бы приглядеться. То есть его можно считать красивым, можно считать некрасивым. Это уже личное пристрастие. Но факт в том, что он очень фотогеничен, этого не отнять. То есть условно человек, не попадающий под стандартные понятия красоты, он может быть очень фотогеничным. А как вообще все это происходит? Тут срабатывает эффект большого экрана. То есть все, что у нас появляется на большом экране, на обложке журнала какого-то очень знакомого, тут же добавляет нам критерии красоты и фотогеничности. То есть стоит появляться Камбербэтч, и люди похожи на него становятся вдруг красивыми. Да? Или фотогеничными. Стоит появляться Мелисси Маккарти. Знаете такую актрису? Комедийная. Она тоже... У меня была и фотография презентации, но вам придется представить. В общем, как только она появилась на экранах, многие женщины вздохнули очень спокойно, потому что у них появился теперь человек на большом экране, который не вызывает у них ни ревности, ни зависти. И они могут так же чувствовать себя, как будто бы они там. Если любой из нас попадет на большой экран, он тут же ставит новым символом, может быть, красоты, а может быть, и фотогеничности. Вообще красота такое, знаете, очень спорное понятие. Оно у каждого свое, потому что у каждого народа свое представление о красоте, у каждой эпохи свое представление о красоте, вот сейчас, например, у нас мода на спортивное телосложение. Если мы отмотаем несколько веков назад, то красивой изгнатью были очень худые люди, потому что они вообще никак не работают физически, но тем не менее у них были такие нормальные животы, потому что они много нормальной ели. И вот люди, которые не обладали такой фигурой, они прятали под одежду мешок с песком, чтобы имитировать живот. Когда этот мешок прохудился, начинал сосыпаться песок. Собственно, оттуда это выражение пошло. То есть вот эти критерии красоты сейчас и тогда, они очень отличаются друг от друга. И вот у меня была замечательная подборочка. Как я желаю эту презентацию? В общем, мы все как-то договорились однажды, что у нас идеал красоты — это Давид Микеланджело. Но и сейчас могут быть вопросы по поводу греческого носа, например, но не всем он нравится. Но по поводу сложения тела вопросов не возникает. Но если взять последние десятилетия, то просто посмотреть на эволюцию женских бровей, и мы увидим, что на самом-то деле не стоит доверять общепринятому мнению, потому что нет ничего в этом плане стабильного. А вот если нет ничего стабильного, если постоянно понятие размывается, если постоянно нет никакого эталонной критерия, почему же мы не воспринимаем свою внешность такой, какая она есть? Почему мы постоянно к себе докапываемся? Почему мы смотрим в зеркало и пытаемся находить какие-то изъяны, если на самом деле другие люди этого не видят? Если на самом деле эти вещи могут стать достоинством? Вспомните Эдрина Броуди. Я думаю, что он в детстве комплексовал по поводу своего носа. Я тоже в детстве комплексовал по поводу своего носа. Он сказал, что за ним меня не видно. И знаете, когда я это пережил, появилась другая проблема. У меня в университете была такая довольно курчалая шевелюра. Сейчас трудно в это поверить, но она была. И когда я привык к своему носу, у меня начали выпадать волосы, понимаете? И я к этому тоже долго привыкал. Сейчас я думаю, что что-то меня ждет дальше. То есть на этом же не останавливается изменение тела. И я вот думаю, к чему я буду привыкать в следующий раз. И тут же какая история? Если тебе что-то не нравится в себе, то ты это либо меняешь, либо с этим миришься. Если ты не меняешь и не миришься, ты постоянно живешь в такой какой-то непонятной неопределенности, у тебя когнитивная диссонанс, это не похоже на какую-то степень мазохизма. То есть ты себя не любишь, ты от этого страдаешь, но ничего не делаешь. Ну смысл тогда вот так вот. И я подумал, что действительно нет никакого человека, который обладал бы стопроцентной фотогеничностью. На самом деле есть один, но он не настоящий. И я думаю, что те, кто смотрел сериал «Как я встретила вашу маму», знают Барнис Тимпсона, что человек, который даже когда чихал, его фотографировали, оставался просто красавчиком. И, собственно, что такое фотогеничность получается? Фотогеничность — это умение быть собранным, спокойным, уверенным и харизматичным во время съемки. Все. То есть если человек звезда, если он там на этом Олимпе живет, и он готов к съемкам, его фотографируют, все отлично, но стоит ему отвлечься, стоит ему расслабиться, его фотографируют папарацци, и он уже не фотогеничный. То же самое вы приходите на съемку, если вы подготовились, вы чувствуете себя уверенно, у вас есть понимание, зачем эта съемка происходит, то вы тоже будете фотогеничным. И есть несколько факторов, которые помогают сделать любую фотографию лучше. И об этом я как раз рассказывал на том самом экспериментальном тренинге, о котором, собственно, сейчас и поведаю вам. Значит, смотрите. Для того, чтобы сделать хорошую фотографию, на самом деле, многого не надо. Нужен хороший свет, нужен хороший ракурс, нужна искренняя эмоция, о чем Елена сказала, и нужен взгляд. Если что-то из этого выпадает, фотография уже не получается. Когда мы говорим про свет, то есть классическая схема света, которая к нам пришла еще из живописи. То есть если мы посмотрим на Джеконду Леонардо, то она там, собственно, и проявляется. Это мягкий свет, который на три четверти падает на лицо и равномерно его освещает. То есть нет таких провалов, ничего. И нет жестких теней. Такой свет нам дает большое окно. То есть вот если бы здесь сейчас был день, то любой из вас, встав вот рядом с окошком, у одного из краев, справа или слева, так, чтобы большая часть окна вас освещала, получил бы на себе вот такой вот цвет, как падает на Джеконду. Либо можно сесть мысленно прочертить гипотенузу от середины окна, то есть сесть на расстояние, равное половине его высоты. Сесть перед окном и также сфотографировав себя, вы получите тоже красивый, объемный, бестеневой свет. Чаще всего можно проверить, то есть почему я это рассказываю, потому что если вы оказываетесь в компании человека-любителя, нет фотографа-профессионала рядом с вами, который вам не подскажет их вещей, вы можете все эти моменты контролировать. И здесь может помочь как раз-таки селфи. То есть вы можете посмотреть, нравится ли вам свет на вас, и если вам нравится, попросить друга по другу вас сфотографировать уже на фотоаппарат. Здесь и вторая опасность, то есть что у многих получается так, что у них все фотки одинаковые, вот так, вот так. Это уже вопрос ракурса, и этим не стоит злоупотреблять, потому что некоторые инстаграмы похожи, как две капли, одни и те же ракурсы, одни и те же эмоции. Это, конечно же, убивает фотографии. Но вот по свету можно посмотреть, то есть какой на вас свет падает, нет ли, знаете, если вот мы стоим у окна, а там лампочка включена, не падает ли свет от лампочки на вас, поэтому лучше лампочку выключить. Что касается света. Теперь что касается позы. Тут мне нужно будет встать, видимо, потому что на самом деле все начинается с ног. И то, как вы стоите, определяет то, как ваша фигура, в принципе, в пространстве располагается. Я часто вижу ошибку, которую делают все девушки, когда стоят вот таким образом. В чем тут проблема? Проблема в том, что вам кажется, что передняя нога длиннее, но вот задняя нога, они почему-то за ней думают. Она в два раза короче. Это во-первых. Во-вторых, если вас снимают на широкий объектив, то эта нога, она вообще уходит в бесконечность. Все-таки ногой единая, собственно, вы существуете. Правильно стоять, вес принося на ногу, которая ближе к фотографу, таким образом, чтобы у вас немножечко отрисовывалось бедро. И тогда у вас фигура лучше прорисовывается, и ноги равномерной длины. При этом исчезает вот так. При этом исчезает проблема второго подбородка. Потому что, когда вы стоите вот так, автоматически у вас вот эта вот штука появляется. Даже худеньких девочек. Я не знаю, почему на конкурсах красоты учат вот так вот делать, да? Хотя надо делать вот так. Это как бы аксиома. Дальше. Когда люди фотографируются, не знают, куда деть руки. Это тоже важная проблема. Потому что не вот так же постоянно, да? Не вот так же делать, правда? Кто так вообще ходит вот так на самом деле? Руки очень просто. То есть если нет задачи какую-то прям вычурную позу сделать, то руки очень красиво помещаются ладошка в ладошку. Просто вот так. Либо можно взять какой-то ноготок. Там одной рукой вторую. Все. Они уже как бы при деле. Не надо их никуда девать. Не надо их убирать за спину. Потому что эволюционно мы привыкли, что мы видим обе руки каждого человека. Потому что мало ли что в них может быть. Да? Когда человек без руки на фотографии, у нас закрадываются сомнения. Может быть, подозрения. Вот. Поэтому обе руки мы должны видеть. Дальше, что касается эмоций. И вот здесь на самом деле краеугольный камень. Потому что никому не нравятся такие фотографии. Правда же? То есть всем хочется показывать настоящую улыбку. И в этом плане я придумал один лайфхак, который я говорю людям, с которыми работаю. Я предлагаю им сделать себе несколько таких, знаете, ну, из НЛП, называется якорей. То есть придумать себе несколько историй, несколько воспоминаний, которые будут эти эмоции пробуждать. Тем, у кого есть дети, очень легко. Вы просто представьте своего голожопенького ребенка, который бежит по коридору с ломастером и сейчас чего-нибудь начирикает на обоях. У вас тут же просыпается просто... Если у вас нет детей, вы можете представить, вспомнить котенка колокола своего. То есть что-то очень умилительное, что вас побуждает на смех. Это воспоминания вы должны к собой постоянно таскать. То есть у вас должны быть несколько таких воспоминаний. И когда вас вдруг внезапно кто-то там решил сфотографировать, вы такие так-так-так-так-так-так-так-так-так, вспомнил-вспомнил. Понимаете? То же самое, что касается серьезных вещей. То есть не всегда же улыбаться. Нужно быть иногда таким харизматичным. И для этого, конечно, желательно иметь набор других проблем. Можно подумать реально о какой-то проблеме. То есть можно пытаться ее решить сейчас. Можно перемножить трехзначные числа в уме. Это точно взгляд заиграет мысль. И взгляд, это тоже очень важно. То есть эмоции и взгляд — это очень взаимосвязанные вещи, потому что взгляд может все испортить. То есть все классно, но вот такие глаза почему-то на фотографии, почему-то я не знаю. То есть что-то меня все пугает здесь. И если совсем никак ничего не случается, можно просто немножко прищурить глаза. Ты у нас Джо-то реально научился? I did. Но Джо принюхивался, на самом деле. Он глазки не прищурил. На самом деле это такой прием, который, когда люди прищуриваются, они как бы кажутся внимательнее и умнее. Как бы вот есть такой стереотип. Не знаю, работает ли. Но на самом деле, да, нужно прокачивать себе эти вещи. Нужно прокачивать себе умение выдавать взгляд. А нельзя на самом деле тут играть актером, потому что будет очень плохо все. Нужно просто ввести внутренний монолог. То есть вы должны про себя читать некий текст, некие размышления, можно стихи, которые все это будет отражаться у вас на лице. По-другому никак. То есть наше лицо настолько связано с тем, что мы думаем. Да, если мы не актеры, мы вряд ли сможем очень сильно утаить наши переживания. Вот когда вы думаете про себя, мысль работает, то это все на лице отображается. Так что это очень важно. Вот такие вещи я рассказывал на этом тренинге. То есть как он строился. У нас с каждым из людей была персональная съемка. Полчаса я рассказывал те вещи, и потом у нас была съемка, где мы это все на практике изучали. А потом мы смотрели эти фотографии. И в ходе анализа этих фотографий я посмотрел, что людям нравится, а что не очень нравится. И не всегда наши мнения совпадали на самом деле. По этой съемке я специально себя ограничил максимально как фотограф. То есть был очень большой соблазн сделать вот прям фотосессию-фотосессию, чтобы человек посмотрел на себя прям «Вау, какой классный!» Но задача была не в этом. Потому что если бы я, например, тут начал строить там схемы света какие-то сложные, но интересные, если бы мы тут начали одевать там человека по-другому, там какие-то ему придумывать образы там и позы, то человек вернулся бы домой, посмотрел фотографии, да, говорит, я классный. Но он, допустим, девушка, да, сняла эту одежду, смыла макияж и осталась с собой со своими комплексными проблемами. И в следующий раз ей тоже потребовался бы я либо кто-то другой там фотограф, который также бы сделал еще одну клевую съемку. Для меня задача была другая. Я хотел людям дать инструмент. То есть чтобы они, вооружившись этими знаниями, могли с любым человеком, с фотоаппаратом, с телефоном сделать классные свои фотки, да, с минимумом усилий и затрат, чтобы они действительно поняли, что они могут хорошо получаться. И вот 10 историй, большинство на самом деле сработало. Вот это моя гипотеза, то что если я дам знания, у людей будут хорошие фотографии, она сработала. И мы каждый день эти съемки проводили, по 3-4 человека. И в конце я подытожил для себя весь этот материал. И вот только, наверное, одна история, она вот не... Мы не добились того эффекта. Сейчас расскажу, почему. У каждого из этих людей были свои причины, почему мне нравились фотографии. Была девочка-подросток, и я просил людей перед нашими съемками прислать мне фотографии, где они хоть как-то себе нравятся. Она прислала мне 5 фотографий, из них ни в одной она в кадр не смотрела. То есть либо с затылок там снят, она вдаль смотрит, либо в бок смотрит, либо глаза закрыты. То есть нигде не было зрительного контакта с моделью. Мы сделали для нее съемку. Я спрашиваю, а что вообще... Почему так? Вот в чем причина того, что ты себе не нравишься? Она говорит, ну, мне было лет 12, и в школе одноклассники начали смеяться над моими фотографиями. И для нее так было так это травматично, что она перестала, в принципе, фотографироваться. И мне писала ее мама, просила ее взять в проект. И после нашей съемки мама мне прислала прям огромное письмо с благодарностью, что теперь ребенок может себя воспринимать. Для меня это была прям победа, потому что обычно такие истории, они уже требуют вмешательства других специалистов. Это долгая, кропотливая работа. У нас получилось сделать за одну съемку. Она увидела, что ничего нет сверхъестественного и страшного, и она реально может себе нравиться. Это было очень классно. Более простые истории. Например, у всех у нас лица асимметричные. И у кого-то больше выражено, у кого-то меньше. И вот люди, у которых чуть больше, начинают по этому поводу реально сильно загоняться. И вот пришла девушка, у которой есть небольшая асимметрия, и она говорит, вот у меня рабочая вот эта сторона. Я говорю, окей. Мы сняли ее так и по-другому. И на снимках она не понимала, почему, а где рабочая сторона. Ну, в смысле, вроде как все примерно одинаково. Оказалось, что хороший свет и ракурс, он убирает эти недостатки. И, например, ну, тоже лайфхак. Если там у человека один глаз выше, другой ниже чуть-чуть, да, ну, как у меня, можно чуть наклонить голову, этого уже не будет заметно. То есть мы же не будем, каждый раз смотря фотографии, наклонить фотографии, ну, наклониться так же, как человек. То есть такие небольшие хитрости, да. Опять же, один глаз больше, другой меньше. Если меньшим глазом стать к камере, да, тогда он будет меньше заметен, что, как бы, второй больше, чем он. То есть вот такие вот вещи, это, как бы, это ракурс. Но это уже имеет значение, когда реально есть проблема с асимметрией, человек хочет это как-то скрыть. Вот. Вот самая интересная история была как раз-таки та, которая не получила прям такого катарсиса, да, у нас не получилось довести. Пришла девушка-визажиста, она всегда очень ярко красится, прям очень. Она пришла без макияжа, в простой одежде, так, как мы планировали по съемке. То есть у меня были такие пожелания к участникам. И она уже себя чувствовала очень некомфортно, потому что она была без брони, да, то есть она так вообще никогда не ходит. И вот мы сделали ей съемку вот по всем ракурсам, по всем световым схемам. И она смотрит, я смотрю, у нее в глазах чуть ли не слезы. И я не понимаю, что происходит, потому что вот я вижу ее так, и вот на фотографиях она так же. То есть нет никакого искажения, ничего. Вот она вот абсолютно такая, как я ее встретил сейчас. Она говорит, я себя не узнаю, я вообще не такая, я по-другому выгляжу. Я в зеркале, выгляжу по-другому. И я зацепился, говорю, почему в зеркале? А где зеркало стоит? И мы доходим до того, что зеркало стоит в том месте, где нет света. То есть свет у нее падает в спину, отражается от зеркала и подсвечивает ее снизу. И она годами смотрит в это зеркало. И когда она видит себя, например, на фотографиях, она себя не узнает. И когда я сказал, что люди-то смотрят на тебя по-другому, то есть ты выходишь, у тебя свет сверху падает, как это обычно, да, солнышко сверху, и люди смотрят на тебя вот так. И для нее это был прям шок. Потому что как же так? То есть ее видение себя и ощущение того, как воспринимают люди, разошлось диаметрально. Чтобы эту гипотезу проверить, я просто поставил отражатель, посветил в него, и отраженным светом осветил ее лицо. Сделал фотографию, она говорит, да, вот так вот. Я говорю, ну так не снимают. Ну то есть это неправильная схема света, это как костер светит на тебя, да, и там еще отраженные какие-то вещи. Вот. И у нее был прямо вот такой надрыв эмоциональный. Она потом написала большой пост о том, как она себя, ну, начала воспринимать иначе. Вот. То есть вот как раз ей нужно, видимо, пообщаться со специалистами другого профиля, чтобы немножечко подкорректировать само восприятие. Вот. Когда эта история вся закончилась этим проектом, сообщения не закончились. И люди до сих пор спрашивают, а продолжается ли он, и как можно было участвовать. Но он был бесплатный, и, ну, мне не сейчас столько времени, чтобы как бы его в таком формате продолжать. Но вспоминая вот самую первую историю с рекламой DAF, я думаю, что можно сделать его в другом формате, и это вторая гипотеза. Гипотеза вот в чем. Если, опять же, собрать людей, которые не нравятся тебе на фотографиях, если каждому из этих людей остальные девять скажут, что на самом деле это все ок, и давай посмотрим эти фотографии, то есть мы каждому делаем съемку, но потом не я и он отбирают фотографии, а окружающие и незнакомые, случайные люди. Вы заметили это какой-то эффект? То есть мне кажется, что должен вы заметили. Если тебе люди не заинтересованные, говорят о том, что на самом-то деле вот эта фотография отличная, поменяется ли что-то в голове или нет? То есть я буду проект делать в ближайшее время, скорее всего, вот здесь же. Если вам это интересно, можете мне написать, и, возможно, вы пойдете в первую группу. Ну а закончить я хочу словами Энди нашего Уорхола, который сказал, если каждый человек непрекрасен, тогда непрекрасен никто. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...